Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Пикантные факты о дочери Брежнева, которые скрывались в СССР». «Позор всего Советского Союза! Сплетничали в закрытых кругах. Спасибо папочке, он прикрывает все ее выходки. Без отца она пропадет». Слова тех, кто близко знал дочь Леонида Брежнева, оказались пророческими. Как только умер генеральный секретарь, его любимая дочка, кремлевская принцесса, сразу же превратилась в ничто в буквальном смысле этого слова. И, как следствие, стали всплывать на свет все нелицеприятные истории, связанные с Галиной Брежневой. Все, о чем при жизни ее отца молчали или не договаривали. В семье Брежневых было двое детей. Старшей была Галина, а младшим Юрий. На Галю отец возлагал много надежд. Как-никак, дочь одного из партийных лидеров не должна была подвести отца. Леонид Ильич постарался, чтобы Галина поступила в институт. Хотел, чтобы у нее было высшее образование. Отец пытался увлечь дочку партийной работой и обещал ей хорошую карьеру. Однако Галя не проявляла ни малейшей заинтересованности к партии и категорически отказалась вступать в ЛКСМ. Брежневу было очень стыдно перед коллегами за поведение Галины и ее нежелание жить законами партии. Он любил дочь, уговаривал жить как все, пытался воздействовать на нее через знакомых и подруг, вызывал на ковер преподавателей института, в котором она училась, но все было напрасным. У Гали были свои понятия о жизни. Леонид Ильич строго-настрого запретил Галине даже думать о том, чтобы стать актрисой. Однако она упорно мечтала влиться в творческую элиту, хотя не обладала ни подходящей внешностью, ни талантом. Когда пришла пора выбирать институт, Галя долго не могла определиться. Актерские вузы для нее по воле папочки были закрыты, а в другое учебное заведение не хотелось. В итоге она все-таки поступила на филфак Днепропетровского государственного педагогического университета для приличия. После того, как отца перевели в Молдавию, Галина перевелась в Кишиневский аналог этого университета на тот же курс. Но учиться девушка не любила, ей были неинтересны старославянские и древнерусские языки, история и теория языкознания. Галя прогуливала лекции, шаталась по магазинам, тусила в сомнительных компаниях. Сессии она сдавала, но не потому, что учила, а потому, что папа просил преподавателей нарисовать зачет. Когда же Галина влюбилась, то просто бросила учебу. По факту у нее нет даже двух курсов филфака. Этот факт в СССР старались не афишировать, а биографию Брежневой подправляли, указывая везде, что дочь Леонида Ильича ни много ни мало, а кандидат филологических наук. Первой любовью Галины стал артист цирка Евгений Милаев, который был старше девушки на 19 лет. Они познакомились в цирке, куда Галя и Леонид Ильич как-то пришли на представление. В тот день Милаев не только выступал с номером эквилибриста, но и появился на сцене в качестве клоуна. Во время очередной шутки он взорвал хлопушку прямо рядом с Галиной, тем самым привлек ее внимание. К тому времени Милаев был вдовцом, его жена скончалась после родов, оставив на попечении отца близнецов Сашу и Наташу. Галина без памяти влюбилась в красивого атлета и, несмотря на наличие детей, настояла на свадьбе. Милаев женился на дочери Брежнева, что ему было делать, ведь Галя оказалась очень настойчивой дамой. Видимо, это была настоящая любовь, ведь Галина ради Евгения оставила всю свою беззаботную жизнь кремлевской дочери. Она взялась за воспитание двух детей Евгения, в скором времени родила и сама, дочь назвали Викторией. Галина даже устроилась на работу, в труп у Милаева костюмершей, чтобы всегда быть рядом с мужем во всех его переездах с арены на арену. Так они прожили 10 лет. Хотя Брежнев не очень одобрял выбор дочери, но Милаев ему нравился. Леонид Ильич надеялся, что именно этот мужчина с остальными нервами сможет обуздать дерзкий характер его дочери. Дети Евгения любили маму Галю, она стала им по-настоящему родным человеком, и все последующие годы они вспоминали о ней только хорошие. Однако брак этот развалился буквально за один день. Галя увидела, как ее муж флиртует с одной из артисток, стала подозревать мужа в измене, и устроила скандал. Галина вновь стала прежней мятежной дочкой партийного чиновника, а потом попросила своего влиятельного отца добиться для нее развода с неверным мужем. После скандала с Милаевым Брежнева укатила на курорт с Игорем Кио, бросив детей. Эта женщина была таким человеком, который не может усидеть на месте и бросается в крайности. Если ее первый муж был старше на 19 лет, то Кио, ставший вторым супругом, оказался младше на 15. Игорь работал иллюзионистом в цирке, и Галину знал много лет. Поговаривали, что между 32-летней Галией и 18-летним Игорем вспыхнули чувства еще до ее развода с Милаевым. И флирт мужа послужил причиной, так как Галина давно уже думала освободиться от семейных уз. Во время гастролей по Японии несколько раз видели Брежнева вместе с Кио, и Милаев тоже знал об этом, и даже угрожал юному иллюзионисту, но тот не испугался. Правда, непонятно, на что надеялась Галина, связывая свою жизнь со всем еще молодым юношей. Они расписались тайно, никому не сообщив, уже через неделю после того, как Галина развелась с Милаевым. Однако Леонид Ильич не стал терпеть сумасбродство своей дочки и добился, чтобы ее странный брак аннулировали. Молодоженов поймали, забрали паспорта, а через какое-то время вернули их с чистыми страницами. Брак с Кио продлился всего 9 дней. Правда, еще 3 года Галина продолжала встречаться с Игорем. Наверное, любовь между ними все же была. Каждый выходной, где бы он ни был, Кио приезжал к Галине. Но за его передвижениями стали следить в КГБ, а в 1964 году, когда Леонид Ильич стал генсеком, парочка решила прекратить свои отношения, чтобы КГБ больше не портил иллюзионисту жизнь. Так было суждено, чтобы Галина Брежнева вышла замуж в третий раз, хотя уже и без особого желания. Однако ее отец был совсем не против этого брака. Он по-прежнему надеялся, что муж сможет урезонить горячий нора в Гали. В 1971 году дочь генсека вышла замуж за заместителя начальника политотдела исправительно-трудовых учреждений МВД СССР Юрия Чурбанова. Он познакомился с Галией в ресторане, куда пришел с другом отметить Старый Новый год. Галине уже было за 40, но она была бабой хоть куда, да и влияние отца делала свое дело. Чурбанов пригласил дочку генсека на танец, а она его на свидание, а через неделю познакомила с отцом. У Юрия и Галины тоже 7 лет разницы. Кроме того, Чурбанов на момент знакомства был женат. Однако это смутило Галину, ведь Чурбанов быстренько падал на развод с супругой. Еще бы, женить бы на Брежневой – это шанс построить головокружительную карьеру. Потом в народе даже поговорка появилась соответствующая – «Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов». Однако Галина в муженьке разочаровалась уже в самое ближайшее время. Чурбанов был ее полной противоположностью буквально во всем. Прожив с Юрием 20 лет, Галина постоянно говорила, что фамилия мужа в полной мере соответствовала его сущности. Супруги оказались едины лишь в любви к алкоголю. Тут Галя не отставала от Юрия и постепенно стала спиваться. В Советском Союзе старались умалчивать тот факт, что дочка генерального секретаря еще и распутница. Три брака и еще куча любовников – в этом Галина преуспела. Разумеется, для консервативных взглядов советского общества эта информация была шоковой. Конечно, догадывались, потихоньку осуждали, но старались лишний раз смолчать. Все имена любовников Брежнева история не сохранила, но наиболее громкие связи все же попали в мемуары и даже в прессу. Самыми известными любовниками Галины были артист балета Марис Лиепа, журналист Олег Широков и корреспондент Александр Авдеенко. А связь с Борисом Буряце, актером театра «Ромэн», стала для Галины не только любовной, но еще и преступной в буквальном смысле слова. Все мужчины, побывавшие в постели Брежневой, получали взамен быстрый карьерный рост, дорогие подарки и немалые деньги. Скандальные истории – это была страсть Галины. Ее магнитом тянуло на скандалы и происшествия. Самой крупной историей, в которую она втянулась, стала афера с бриллиантами. У Брежневой была информация, когда повысятся цены на драгоценности. Она их скупала через доверенных лиц, а потом продавала вдвое дороже. И если бы не отец, то Галю быстро упекли бы за спекуляцию. Галя полюбила драгоценности еще в те времена, когда ездила с Милаевым за границу. Там супруги скупали у старушек белой эмигранток уникальные украшения за полцены и везли домой. А когда Галя связалась с Буряце, то она стала заниматься разными махинациями с бриллиантами. Борис же был известным человеком среди криминального мира и кличку имел соответствующую – Бриллиантыч. Бриллиантовая банда орудовала хорошо. Громкими делами стали крупные кражи-ювелирки из дома вдовы писателя Алексея Толстого и из квартиры дрессировщицы Ирины Бугримовой. Борису пришлось ответить за свои преступления, а вот Галя снова выкрутилась. В юные годы Брежнева пила только шампанское и другие изысканные вина, но после сорока, связав свою жизнь с Чурбановым, перешла на водку. После смерти отца женщина стала пить практически беспробудно. К тому же ее мужа арестовали и Галя осталась в одиночестве. Покровители и бывшие любовники отвернулись от дочери покойного генсека, а действительность безвлиятельного покровителя для Галины оказалась настолько страшной, что только алкоголь скрашивал серые будни. В ее квартире стали собираться маргинальные личности, приносившие ей выпить. Соседи, не выдержав пьянок и криков, смогли найти дочь Галины – Викторию. Та отправила беспокойную маму в психобольницу, где та и померла в 1998 году. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.